Как вы относитесь к идее оппозиционного российского политика Алексея Навального, недопущенного на выборы, к бойкоту этих выборов? Вы эту идею поддерживаете или нет, и пойдете сами голосовать тоже? Ну, что касается сам голосовать, я могу продемонстрировать, я уже сходил, вот мой бюллетень, он останется у меня на память. Нет, я не вижу смысла отдавать свой голос кому бы то ни было на этих выборах, хотя как политолог не участвовать в выборах я себе позволить тоже не могу, просто по неким внутренним соображениям морально-этического и профессионального характера. Что касается бойкота, я считаю, что любая стратегия на этих выборах неправильная. Безусловно, можно бойкотировать выборы, это форма участия в выборах, потому что, давайте разделять, есть неучастие в выборах, то есть вы просто не приходите, готовите себе завтрак, потом обедаете, потом ужинаете и ложитесь спать. Или вы нервно следите за ходом голосования, вы обсуждаете нарушения, вы ставите на свою аватарку в социальных сетях сообщение, что вы не голосуете. Таким образом, вы участвуете в выборах, участвуете в агитационной кампании к этим выборам, тратите свои и чужие нервы. Вы можете голосовать против, вы можете прийти проголосовать за любого противного кандидата. противоположного Владимиру Путину. Вы можете испортить бюллетень, есть и такая стратегия, как утверждают ее сторонники. Это наиболее разумная стратегия. Я, насколько я представляю себе формат нарушений на российских выборах, считаю, что никакой разумной стратегии нет. И самое главное, что сейчас должны сделать граждане России, российская оппозиция, найти себе в силу признать, что они никак не могли повлиять на исход этих выборов и исходить из того, что нынешняя система политической власти стала настолько закрыта, что повлиять на нее в принципе нельзя.